Я, наверное, увидел сейчас самый смешной мем дня. Помните, где, типа, чувак прохладно так относится ко всякой хуйне, нарисованной, типа, не хочу там оладушки с вареньем, но потом ему предлагают панкейки с джемом, и он такой, вот это круто. И картинка подбита под то, что чувак смотрит сумерки и такой, не могу поверить, типа, что девчонки такие, типа, тупые, что угорают по этим вампирам. И потом стоит этот же чувак в 2021-м, и там Димитреску, и президент Эвилон такой. Вот я примерно так вижу эту ситуацию, да, то есть, когда мы все смеялись, типа, над Паттисоном, в сумерках мы такие, понятно, вампиры, оборотни, все с вами ясно, девчонки, и сейчас полинтернета хочет трахнуть какую-то, блядь, трехметровую бабу, вампиршу, блядь. Ох, ребята, ну тут мы, тут мы, конечно, слицемерили, надо было толерантнее относиться к сумеркам, потому что вот как легко купить, да, человека, просто секси-вампир, и все, или вампирша, или, ну это даже не важно, или секси-транс-вампир, как сейчас модно, блядь, все. Люди любое говно с полок сметут. Лишь бы, о, я хочу трахнуть вампира. Трехметровую бабу, вот это классно, с огромными сиськами. Она из трехметровая, представьте, какие у нее сиськи. Да, ребят, да, мы как бы себя не смогли показать с лучшей стороны. Смешно, кстати, что секс в 2021 году все так же хорошо продает, как и лет 50 там назад, когда вот все эти учебники, блядь, писались для всяких хитровыебанных, блядь, маркетологов. И до сих пор секс прекрасно продает. Казалось бы, блядь, в интернете есть вообще самое разнообразное порно. Бери да смотри. Не должно быть вообще никакого чувства сексуальной недовольтворенности. То есть, понятно, почему в прошлом это работало. Когда этого нигде не было. Не было там даже порножурналов каких-то. И люди ходили, досмотрели, типа, нихуя себе. Вот это на рекламном баннере сисьистая баба курит Мальбора. Вот это у нее сиськи. Приду домой, подрачу на воспоминания. Но мы-то, блин, как-то вроде как уже живем в другое время. И все равно, блядь, поставили огромную бабищу с сиськами, блядь, епта, на обложку. Все. Сто тысяч, блядь, в Стиме. Рекорд. Онлайн. Побиты все прошлые Resident Evil. Знаете почему? Потому что там не было бабы с огромными сиськами. Там были, конечно, бабы в резидентах, но... И даже у них были большие сиськи. Но это были не огромные бабы и не огромные сиськи. И вроде как человечество должно чему-то учиться, да, блядь. Получается, лучший файтинг Dead or Alive тогда. Типа, лучшая, блядь, игра на свете это бесконечное лето. Типа, вам реально вот настолько интересно, блядь, играть в игру ради того, чтобы посмотреть на бабищу с сиськами? И все ей просто отлизывают вообще пиздец, блядь, что это... Как, какая же, блядь? У нее уже фандом, блядь, больше, по-моему, чем у всего Resident Evil вместе взятого. То есть Альберт Вескер сосет уже Бибу, блядь, в стороне по сравнению с Димитреско. Он уже злодей категории B по сравнению с ней. При том, что она даже не главный злодей игры, блядь. Позор, позор, ребята. Типа, я ничего не имею против, блядь. И баб с большими сиськами, и трехметровых вампирш, но просто... Ебать вас просто развести вообще. Вот просто, блядь... Вам бабу поставили с сиськами, вы взяли все и скупили, блядь, ебта. И сидите, дрочите на нее. А игра вам даже не особо понравилась, но зато вот эта баба, да, типа, ну, пиздец. Они же так и будут делать. Сейчас в каждую игру въебут бабу с большими сиськами. Феминистки вроде уже подуспокоились, теперь так можно. И что, вы любое говно будете покупать, где пиздатая баба стоит, что ли? Ну, пиздец вы, баба-рабы. Как ванамаз бы вас окрестил. Я тут, кстати, вспомнил, как, когда я был совсем школьником, и нам родственники подарили мой первый компьютер, 486-й, DX2. И я на развале взял диск, то ли 500, то ли 1000 игр для 486-го. Они DOS-овские, убогие были, но, типа, их было дохуя. И там были игры, типа, была плоскость закрытая, условно, и по ней носилась какая-то поебень. И ты должен был аккуратно частички от этой плоскости открывать, чтобы она показывала тебе голую бабу. Я вот тогда в это играл, прям с остервенением, блядь. А там сложно, пиздец. Первых-то несколько баб ты в любом случае увидишь там просто, а потом начинается пиздец, ты такой, блядь, уже целиком не открою, хотя бы, блядь, сиськи бы посмотреть, пытаешься как-то, типа. И получается, нихуя не изменилось. 2021 год. Я вроде как вырос, я больше не хочу играть в такого рода арканоиды. А люди, они, ну, так и находятся в этой хуйне, что, типа, они готовы собирать, блядь, четыре маски, нахуй, бегать туда-сюда, таскать какие-то ключи, блядь, собирать с крыльями, нахуй, просто ради того, чтобы, блядь, подрочить на огромную сисястую бабу. Ну, блядь, получается, никакого прогресса. И когда люди говорят, что игры это, блядь, искусство, нахуй, вы подумайте о том, что ни одна часть Resident Evil'а такого онлайна в стиме не собирала, как часть просто сисястой огромной бабой. Никакие потуги на сюжет. Между прочим, в VR'е прошлая часть была только на PlayStation, но, тем не менее, можно было в VR'е играть, и всё равно нет. Но стоило им поставить на обложку и в магазинах вот эту вот огромную бабу, всё, пиздец, продали. Рекорд, рекорд. Они, блядь, из этого сделают выводы и начнут делать не то, что мне бы хотелось, но дело ваше. Если вы хотите, чтобы... Хотя вы там даже, знаете, что-то такое есть, забытое давным-давно. Типа, когда-то сиськи продавали игры. Я вспоминаю ранние Томпрайдеры, где была полигональная Лара Крофт, и у неё были просто огромные буфера. Они были, блядь, лоу-полигон, блядь, но они были просто огромные, блядь. И потом, как бы, всё стало отходить. Ну, например, вы видели главную героиню Horizon Zero Dawn, или там даже Control. Ну, типа, это такие себе бабы. Но теперь, получается, мы возвращаемся к этому. Мы возвращаемся к эпохе баб с большими сиськами в играх. И это, наверное, хорошо. То есть я просто наговнил, наворчал, а на самом-то деле это неплохо. Ну, по сути-то, да, это лучше, чем если бы там главной злодейкой была трансгендер какая-нибудь, типа, или, не знаю, прочие меньшинства, которые сейчас бушуют на Твиче. Наверное, даже прикольно. Баба с огромными сиськами. Типа, чё я машню? Ну, знаете что? Можете звать меня Глинамесом, но я скучаю по эпохе, когда главными злодеями в компьютерных играх были мужики. Я их не хотел трахнуть, но ассоциировать себя со злодеями было гораздо приятнее. У меня даже на аватарке Вескер стоял долгое время, потому что, ну, это был суперприкольный злодей. По всем пунктам его история через все части проходила, и типа, ну, мне такое нравилось. Теперь, где, блядь, вот какую игру не открой, главный злодей – женщина. Потому что, ну, не смеет мужчина командовать женщинами, видимо, в нынешней политической обстановке. И я немного скучаю. Все частые бабы – это здорово, конечно. И мать Миранда, как главный злодей. Но чё-то, как-то, знаете, вот самые крутые злодеи – какой-нибудь там Дарт Вейдер, нахуй. Они все мужики, потому что просто, наверное, типа, я не знаю, люди, которые читают комиксы, смотрят фильмы, мультики, игры. Они как-то хотят себя с кем-то отождествлять. А теперь, как будто бы, блядь, мир злодейства стал каким-то куколдским садом. Где не запусти игру, всем баба заправляет, и всё. Мужики у неё, блядь, туда-сюда бегают и приносят что-то всё. Вот, ну, понятно, да, слишком долго мужики правили в компьютерных играх. Но как-то от этого, блядь, не знаю, не веселее. Ну, понятно, всё, теперь ещё будем лет, наверное, пять сражаться против гениальных женщин, блядь, которые за каждым гениальным мужчиной стоят. Но мне кажется, всё-таки какой-нибудь Ваас был повеселее, чем Димитреевску, блядь. И дело здесь даже, наверное, не в поле, а в том, что все сильные женщины в компьютерных играх, они просто сильные женщины. Будь то хорошие персонажи, плохие, ну и всё, и за ними-то особо ничего не стоит. При этом мужики, они не доказывают, что они сильные мужики. И поэтому у персонажей как бы остаётся больше места для чего-то интересного в характере. А как будто бы вот каждый женский персонаж, у него вот половина оперативной памяти всегда забита тем, чтобы показывать, что эта женщина независимая, она типа не преклоняется перед мужчинами, а наоборот их там жрёт, использует их энергию, то есть она такой некий суккуб. И вот слишком мало места остаётся под что-то нормальное, как мне кажется. Это, кстати, не только игр компьютерных касается. Если вы последние лет пять не просидели в бункере, то вы должны быть в курсе, что такое происходит везде. Вот даже в мультиках каких-то, в фильмах, вот везде совершенно нахуй неинтересные филерные эпизоды, которые нам показывают, что девочка может за себя постоять. И это настолько вот, когда мы говорим о каких-то клише, да, у мужских персонажей хотя бы есть клише. Тогда как все женские персонажи в современном кинематографе — это одно большое клише. Я, может, блядь, меня феминистки, блядь, обоссут нахуй после этого, но правда же, вот в любом произведении, где показывается сильная женщина, ну, сериал какой-нибудь, игра, неважно, блядь, тратится до хуища времени на совершенно неинтересные эпизоды, которые показывают, что там ей, может, тебе помочь, ты же девчонка, она такая, ну-ка, скажи мне, кто тут девчонка, и там вырубают его как-нибудь. Ну, я пример привожу. Но в каждом ёбаном, блядь, произведении, где есть женские персонажи сейчас, вот показывают эту ёбаную поебень. Типа это как обязательный эпизод. Как будто вот прям реально, блядь, сад куколдинга какой-то. Типа прям надо показать, что это сильные независимые женщины, они прям жрут эти шутки про то, что типа пенис ему откусится. Ну, это в резике было там, это говорит Гайзенберг, но тем не менее он типа... Очевидно, что они любители откусывать пенисы, если он об этом шутит, он как бы язвительный персонаж, значит, они любят откусывать мужикам пенисы. Вот типа про это сейчас большинство женских персонажей. Обязательно надо показать, нам помощь не нужна, мы всего добьёмся. И это скучно просто до пиздения. Любой персонаж, который не заёбывается вот такой хуйнёй, он интереснее априори, блядь. Просто потому, что у него есть какие-то другие мотивы, цели, блядь. У всех женских персонажей цель одна, показать мужикам, что я сильная женщина, мне не нужна ваша помощь, хуи мрази, спермобаки, блядь, членоносцы. И это так скучно, что ну прям... Может, одного меня так тоска, блядь, прошибает, когда вот эти эпизоды идут, но я их просто вижу абсолютно нахуй везде. Наверное, я шиз, блядь. Когда ты видишь что-то, чего другие не видят, ты шиз, блядь. Ну так получается. Ну вот я... Прямо мне так становится омерзительно скучно, когда ты в какой-нибудь компьютерной игре встречаешь там... Я не знаю, женщину, типа... И ты такой... О, это Дэмзелэн Трабл, типа, дама в беде. И ты, типа, идёшь её спасать, а она такая, ебать, с мечом туда-сюда, тебя, блядь, сука, каблуком, блядь, к земле приколотил и поднимает меч и такая... Кто ты такой? Я, блядь, величайший, нахуй, амазонка. Ой, иди ты нахуй, иди ты нахуй, величайший амазонка. Я просто не понимаю, нахуя всё это делается, блядь. Типа, реально отрабатывают повестку какую-то. Ну, это просто срань ебаная. Вот эти все эпизоды убрать, станет только лучше, блядь. То есть сильные женщины должны себя проявлять, как Сара Коннор, блядь, во втором Терминаторе, например, блядь, а не через многократную декламацию того, что я сильная женщина и мне не нужны мужчины, блядь. Кино это всё-таки для того, чтобы показывать, блядь, а не говорить. Субтитры подогнал «Симон»